Итоги недели За 7 дней расскажем вам я, Анастасия Милишкевич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы Кристаллизация настоящих лидеров профсоюзного движения, будущих государственных управленцев и руководителей нового поколения В Бресте впервые прошел слет молодежного профсоюзного актива первого региона Профсоюзы и молодежь вместе В Бресте в черном списке ЖРЭО 5000 неплательщиков за предоставленные услуги ЖКХ Сумма долга около полумиллиона Что делать и как с этим бороться, выясняли наши корреспонденты Три дня напряженных спортивных баталий на арене Дворца спорта «Виктория» для команд из Беларуси, России и Турции В Бресте проходит международный турнир по гандболу на Кубок Белгазпромбанка Александр Мешков, основатель гандбольного клуба «Мешков Брест» стал 32-м почетным гражданином города Бреста Церемония чествования прошла во Дворце спорта «Виктория» В эфире программа «Итоги недели» мы начинаем Цитата Цель форума – кристаллизация настоящих лидеров профсоюзного движения Будущих государственных управленцев и руководителей нового поколения Отметил председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Рогачук На слете молодежного профсоюзного актива «Брещины. Профсоюзы и молодежь вместе» Который прошел в городе Бресте впервые На протяжении трех дней делегаты из разных регионов Брестской области Это молодые специалисты предприятий и организаций Студенты вузов обменивались мнениями и опытом Программа слета была весьма насыщенной И включала в себя не только дискуссии, но и посещение предприятий Организации знаковых объектов областного центра и пригорода В таком направлении работы, как работа с трудящейся молодежью, да в принципе с молодежью Конечно необходимо уделять особое внимание Мы новый виток в этой работе начали примерно с 2015 года Во-первых, в каждом отраслевом профсоюзе и на территориальном уровне И на отраслевом уровне были восстановлены молодежные советы Была принята концепция молодежной политики, которая четко определила подходы и методы в работе с молодежью Мы приняли решение, что в каждом составе профсоюзного комитета Должно минимум 10% быть молодежи, чтобы ее подтягивать, чтобы ее обучать Мы продолжаем развивать систему наставничества А ведь система наставничества в том числе влияет на то, что сегодня молодые кадры закрепляются на местах Слюд молодежного профсоюзного актива Брещины под говорящим названием «Профсоюзы и молодежь вместе» прошел в городе Бресте впервые Многоплановость и многозадачность – таким он должен получиться по замыслу организаторов Но главная идея – подготовка лидеров профсоюзного движения, которые в скором времени придут в коллективы руководителями, управленцами, креативными менеджерами Мы воспринимаем этот форум как хороший элемент селекции лучших из лучших лидеров Начиная вот с этого небольшого профсоюзного опыта Мы подготовили достаточно интересную программу, трехдневную программу, где, как мне кажется, гармонично сочетается и обучающая составляющая и какая-то познавательная составляющая, что будет способствовать росту личности вот этих молодых ребят Образовательный блок объединил семинары, различные обучающие тренинги и диалоговые площадки В роли спикеров перед молодежным профактивом выступили представители прокуратуры и научного сообщества «Медиасфера» В центре внимания – безопасность информационного поля, геноцид белорусского народа и роль профсоюзов в жизни страны Когда мы формировали программу, мы исходили из тех определяющих факторов, которые есть в современном белорусском социуме Прежде всего, конечно, этот год как год мира и созидания, прежде всего, это преддверие будущей электоральной кампании И, конечно, те задачи, которые поставлены главой государства и руководством федерации по текущему моменту экономики Мы все-таки живем в условиях достаточно серьезных глобальных вызовов, экономических, в том числе политических, военных и активов Начиная с маленького, как говорится, уровня, с низового уровня профсоюзного, должен быть к этому уже готов Поскольку молодежный слет проходит в год мира и созидания, еще один важный аспект – тема геноцида белорусского народа Спикерами диалоговой площадки стали заместитель прокурора Брестской области Даниил Дерябин и профессор Брестского государственного университета имени Пушкина Владимир Зданович Эмоционально и обстоятельно поведавший собравшимся о том, какая работа ведется сегодня во восстановлении исторической памяти Я надеюсь заострить внимание на наиболее актуальных вопросах, которые они не знают И, возможно, это поможет еще больше пробудить интерес к этой теме Ну, вы, наверное, знаете, что во всех школах, во всех вузах Республики Беларусь В этом году в обязательном порядке он отменялся, введен спецкурс Или факультатив Великая Отечественная война Советского народа в контексте Второй мировой войны То есть этому мы придаем очень и очень большое значение Ну и если через такие встречи, надеемся, что молодежь заинтересуется И если, скажем, не будет помогать в силу своей неопытности То, во всяком случае, будет положительно воспринимать все те шаги, которые направлены на изучение вот этой страшной темы И на восстановление этой исторической справедливости В чем были едины все спикеры, выступавшие на диалоговой площадке в первый день молодежного форума Так это в том, что каждый живущий должен знать цену войне Помнить о ежедневных подвигах солдат и офицеров советской армии Добывавших в тяжелых боях мирное будущее А молодежь, в свою очередь, поддерживает выступления таких людей, которые знают, о чем говорят Программа форума очень насыщенная Провелось очень много различных мероприятий, очень много различных диалоговых площадок Начиная от профсоюзных тем и заканчивая геноцидом белорусского народа И такие темы, особенно для молодежи, на сегодняшний день очень важны Проведение диалоговых площадок – это одна форма работы с молодежью на данном слете Более практическое применение нашли юноши и девушки, побывав на ведущих предприятиях города Бреста Наша съемочная группа вместе с активистами посетила Брестский чулочный комбинат В составе этого предприятия работает тысяча человек, четверть из них – молодые специалисты Мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы привлечь молодых людей на наше предприятие Мы участвуем и в ярмарках вакансий, мы напрямую работаем с учебными заведениями О нас можно прочитать в социальных сетях, на наших официальных ресурсах, где мы пишем о том, что ждем, приходите, мы готовы У нас есть собственные общежития, куда в приоритетном порядке селятся молодые люди, приезжающие из других населенных пунктов То, как пишут, полный социальный пакет рекламных объявлений у нас тоже, конечно, есть И заработная плата, отпуска, собственный санаторий, медицинское страхование за счет нанимателя Поездки в другие города, в другие интересные места под гидой профсоюза, но с участием финансов компании Различные мероприятия социально-культурной и спортивной направленности Молодые люди, приходя в первичные профсоюзные организации, имеют возможность показать свои лидерские качества Это своего рода стартовая площадка для карьерного роста Лидер – это человек, который поведет за собой Он не должен бояться конфликтов, каких-то конфликтных ситуаций Он должен их разрешать спокойно Это человек, который дисциплинирован, который может и других научить таким же качествам, которые обладает сам То есть он должен развивать людей вокруг себя Вторым местом, которое посетили активисты Брещины, стал Брестский научно-технологический парк Это единство, молодость и креативность Сегодня Брестский научно-технологический парк воплощает идеи молодых людей И дает возможность создавать и продвигать новые стартапы, осуществлять задуманные проекты В любой стране, в любом городе, весь технический университет, скорее всего, не будет Потому что технический университет – это ресурс инновационной деятельности, инновационных идей, проектов Людей, которые хотят чем-то заниматься Поэтому то, что идут на экране – это обрешочивание, стальные конструкции были посчитаны в техническом университете И без технического университета наши проектировщики и Минские никогда в жизни не справились Сегодня областной слет профсоюза и молодежь вместе подошел к своему логическому завершению Три дня совместной работы, получения новых знаний и опыта останутся у молодежи надолго На память каждому участнику вручили сертификаты и подарки от Брестского областного объединения профсоюзов Очень классно, что профсоюз организовал нам такой слет Мы познакомились с огромным количеством интересных людей Мы узнали очень много нового, разные истории, опыт Мы, вот знаете, такое ощущение, что мы знакомы уже очень давно Мы посмотрели, вот я сама с Бреста, но я увидела город, я увидела предприятие с другой стороны Мы побывали в разных местах Неудивительно, что у молодежи сегодня уделяется очень много внимания Потому что это своего рода мы, молодежь, это губка, в которую то, что ты вложишь, то она и впитает На самом деле, действительно, молодежь – это будущее страны Потому что то, какое оно будет, зависит от нас Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович Специально для программы «Итоги недели» Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ Продолжаем выпуск Сегодня в Бресте работники служб ЖКХ проводят немало работ Представители дорожно-эксплуатационной службы коммунальника приводят в порядок парки и скверы Улицы, дворы, дороги Одним словом, большая армия работников жилищно-коммунального хозяйства делает все, чтобы Брест с каждым днем хорошела Мы, брещане, не только радовались, но и ценили эту красоту Однако в городе Бресте уже несколько дней держится аномально жаркая погода Наша съемочная группа узнала, влияет ли это как-то на качество работы городских служб Более подробно в следующем сюжете Сегодня наш город красив, ухожен и опрятен А все потому, что изо дня в день работа коммунальных служб кипит Один из важных элементов летнего благоустройства городской территории – покос травы В режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Специалисты ЖКХ наводят в Бресте красоту и лос Хотя в такой работе есть свои сложности и нюансы Например, в летний период, когда температура воздуха зашкаливает И столбик термометра поднимается до плюс 35 градусов, работать становится невыносимо Однако и здесь городские службы находят выход, чтобы сделать город еще краше Температура у нас на термометре больше плюс 30 Это сказывается свое и на рост травы Она сейчас заметно, конечно, немножко упала в росте, больше выгорает Но это и сказывается и на производительности людей Потому что люди уже не могут работать до 7 часов Увеличиваются технологические перерывы Все-таки выработка людей немножко уменьшается Уже не такие объемы не могут выкосить Потому что в такой же розу работать невозможно Стараемся выбирать улицы в час пик, где простаёт большее количество деревьев Где более теневые навесы То есть это по набережной старых все-таки деревья больше тени создают И на Купалу где-то идем тоже больше по скверам, по тенькам Чтобы меньше людей находились на открытом воздухе под плящем солнце Жарко, очень жарко Потеем, тут же и косим И успеваем вытирать пот и обратно вперёд, вперёд Техника должна отдыхать, естественно Минут 20 это точно В жару такую даже больше Плюс технических перерывов Потому что стоит жара такая И как бы мы сами устаем И при такой жаре как бы надо Потому что мало ли что Можно Всякое может быть Вернее, плохо стать Сегодня, чтобы работа коммунальника была выполнена быстро и качественно На улицах города используется несколько видов механизированного оборудования На балансе предприятия Газонокосилки, триммеры, ручные мотокосы Современные кусторезы и, конечно, самоходные косилки-райдеры На балансе у нас находится 10 единиц техники Это косилки с нулевым радиусом разворота Так называемые рейдера Все они сейчас работают у нас в городе Также помогают по косу Это трактора с прицепами Не с прицепами, с косилками Четыре трактора у нас работают Они сейчас работают по Орловской Машенского готовят у нас Это что касается технической стороны Сейчас работы по покосу травы ведутся куда активнее, нежели раньше А все потому, что помимо центральных улиц города Обкашиваются территории вблизи учреждения образования В преддверии Дня знаний Сейчас работы проводятся у нас по набережной Идет подготовка к линейкам 1 сентября Поэтому окрашиваются усиленные территории Прилегающие к учреждениям образования Также докашиваем территории Это пустыри на Орловской Янки-Купалы готовим по косу Пожалуй, еще одна из актуальных тем Состояние улиц и дорог Ей уделено особое внимание В настоящее время специалисты дорожно-эксплуатационных служб Выполнили работы по сплошному асфальтированию 48 тысяч квадратных метров дорог Сегодня важно не просто залатать недочеты на дорожном покрытии А полностью заменить тот или иной участок Особенно в отдельных от центра районах Так на улице Белорусской уложили новое покрытие Теперь, чтобы работа была доделана до конца Работники ДЭПа приступили к укладке нового тротуара Здесь выполнены работы по устройству дорожного бордюра Тротуары по всей протяженности улицы Белорусской И дождевой канализации В ближайшее время эти работы планируется закончить Кроме того, из значительных работ Уже на этой неделе начаты работы по улице Свято-Панасинской Пока идут работы по укладке кабелей Освещение устройства И на следующей неделе мы начнем уже работы По установке дорожного бордюра Одностороннего тротуара И далее, где-то уже более ближе Примерно к октябрю месяцу Планируется асфальтирование данной улицы Ремонт дорог летом – это целое испытание Жара не щадит никого и ничего Аномально жаркая погода доставляет массу проблем Как брещанам, так и дорожникам Основная проблема для представителей ДЭПа В такую погоду – образование колейности На дорогах, которые за городом При такой температуре, при плюс 25 градусах Уже прекращается, запрещено движение тяжеловесных транспорта К сожалению, в городе такая норма не действует Поэтому здесь и в 25, и в 35 То есть происходит, все тяжеловесный транспорт движется И это вот самое основное Что эти машины, которые, те же троллейбусы Которые нагрузка на ось очень большая И все время идут по одному маршруту Плюс, ну все те машины, которые там перевозят тяжелые грузы Они, конечно, очень сильно влияют на состояние дорожного поглядия Но единственным спасением в этой ситуации Оно и решение принято После 25 градусов производится полив Полив дорог – это однозначно наилучший способ Остудить дорожное полотно Ведь нагревание асфальта в аномальную жару Может достигать 40-60 градусов Сегодня улицу Московскую, как артерию с интенсивным движением В жару поливают не менее 7 раз в день Такая же кратность и в увлажнении других улиц На которых осуществляется большой поток автомобилей На основных магистралях, где основная нагрузка общественного транспорта Это Ленина, Машерова и Московская Мы производим полив проезжей части Полив производим в дневное время с 12 до 6 С 15 дня до 6 вечера То есть машины ездят по кругу без остановки То есть машина поехала, вылила свой объем воды Поехала на заправку, долила, поехала дальше по кругу Впрочем, заботятся в Брестской дорожной эксплуатационной службе Не только об улицах, но и о людях Которые их чистят, ремонтируют Такая жара на качество работ не влияет Просто мы стараемся в первую очередь заботиться о людях Чтобы они не пострадали В связи с тем, что уже долгое время держится жара Это может плохо сказываться на здоровье Поэтому мы заботимся о людях И дополнительно 10 минут прерыва в час Плюс подвоз воды Ну и стараемся как-то организовывать место, где есть тень Чтобы они могли остыть Несмотря на палящее солнце, сотрудники коммунальных служб продолжают работать качественно Никто не станет оспаривать тот факт, что специалисты службы жилищно-коммунального хозяйства Стараются выполнять свою работу качественно и по возможности в установленные сроки Хотя, как всегда и везде, недовольные найдутся А вот как предприятиям ЖКХ реагировать на задолженности, причем долгосрочные Тех, кто не рассчитывается за предоставленные услуги За свет, тепло и водичку А таких в Бресте, не удивляйтесь, 5000 человек И долг их составляет почти 500 тысяч рублей Что делать и как с этим борются специалисты Вот на эти вопросы мы постарались найти ответы Смотрите сюжет Ларисы Осмолович По официальным данным в Бресте на 1 января 2023 года проживает 342 461 человек Растет город И 5000 должников за оказание услуг ЖКХ кажется совсем небольшой цифрой А вот и нет Сумма-то огромная Чуть меньше полумиллиона рублей Как ни парадоксально, но 80% от просроченной задолженности Это должники до трех месяцев Вот если общее количество должников это 5000 человек То 4000 это должники до трех месяцев Остальная тысяча это должники свыше трех месяцев Действующим законодательством Какие-то действенные прямые меры на должников до трех месяцев не предусмотрены Поэтому специалисты предприятия применяют косвенные меры К этим мерам относится и обзвон неплательщиков, и рассылка уведомлений, и выставление претензий и предупреждений Поверьте, такой либеральной системы, как у нас, когда люди могут пользоваться коммунальными услугами и за них не платить практически нигде нет В большинстве стран существует авансовый платеж Не внес оплату, отключают от всего Такая система в Великобритании, во Франции, в Германии, но самое жесткое в Латвии Отключают от услуг в холодное время года У нас же долгое время предупреждают За 7 месяцев текущего года специалистами предприятия было посвящено 2347 неплательщиков жилищно-коммунальных услуг Было направлено 4921 смс-сообщение и набрано по телефону должников столько же раз Проинформировано на работу от 33 неплательщиков жилищно-коммунальных услуг В отдел образования проинформировано о 507 семей, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которые воспитывают детей, несовершеннолетних детей А также было направлено предупреждение и претензии 5044 о том, чтобы неплательщики в добровольном порядке повысили задолженность за жилищно-коммунальных услуг Люди накапливают долг за коммуналку, порой не задумываясь, что оплатить его будет вдвойне тяжелее И на претензии специалистов ЖЭСов, которые регулярно обходят квартиры неплательщиков, следуют очень похожие ответы Не работаю, нет денег, нечем платить Это если отвечают, если соизволят открыть дверь Чаще всего специалист оставляет уведомления Сначала мы должны уведомить должника, что у него имеется задолженность И в случае непогашения будут предприниматься соответствующие меры Об этих мерах и гласит вот это предупреждение Какая сумма, в течение какого времени он должен погасить ее И что в случае неоплаты будет оформлена исполнительная надпись нотариусом о взыскании принудительной задолженности А какая задолженность у этого квартиросъемщика? У этого квартиросъемщика задолженность основная 142,63 рубля, но пеня у него уже 300 рублей Владелец данной квартиры одинок, не работает и любит злоупотребить крепкими напитками Стандартная ситуация для неплательщиков Но есть и другие ситуации Квартиросъемщик оставил жилплощадь родственнику Уехал за границу Недееспособные граждане, проживающие в учреждениях соцобслуживания Есть и еще одна ситуация Когда после смерти собственника в нотариальной конторе открывается наследственное дело Однако наследники не вступают в права наследования Коммуналка растет и ляжет долг последствия на кошелек наследователя Эти граждане пропустили установленный законодательством 6-месячный срок Для этого они должны также принести справку о последнем месте жительства И тот, кто был зарегистрирован, я имею в виду наследник, должен доказать родство, паспорт Также собрать все необходимые сведения или нотариус запросит И нотариус сразу выдаст свидетельство о праве на наследство После выдачи свидетельства о праве на наследство Наследнику необходимо обратиться в соответствующий орган государственной регистрации Зарегистрировать свидетельство И с того момента он является собственником И может владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом Если долг за предоставление услуг ЖКХ превышает всемыслимые и немыслимые цифры И это, поверьте, суммы свыше 5000 рублей основного долга без пени Тогда выносится предписание судов и в дело вступают судебные приставы И в этом случае человек или семья попросту могут оказаться на улице Так сказать, с вещами на выход Специалистами предприятия было оформлено 694 исполнительных надписей на сумму 354 тысячи рублей Также оформлено 69 исков в суд на сумму 49 тысяч рублей Удовлетворено 67 исков в суд на сумму 47 тысяч рублей Также оформлено 54 исков в суд о выселении с занимаемого жилого помещения Выселено 2 семьи с арендного жилья Оформлено 2 иска в суд о понуждении собственника жилого помещения к отчуждению жилого помещения Взыскатель, КубЖРЭУ или ЖЭСы обращаются в суд с иском о выселении граждан из жилых помещений Суд выносит решение в случае удовлетворения иска И на основании решения суда выдается исполнительный лист, который взыскатели предъявляют судебному исполнителю И вы уже выезжаете по адресу? И мы уже работаем в рамках исполнительного производства Мы предоставляем срок для добровольного исполнения Если гражданин не выселяется или гражданка в указанный срок для добровольного исполнения Тогда судебный исполнитель направляет предписание и указывает срок для принудительного исполнения И после истечения данного срока судебный исполнитель выезжает на участок и проверяет исполнение должником решения суда Если нет, принимаем меры принудительного исполнения Печально, но за все приходится платить. Зачастую вот такую цену за долги – лишение жилья. По-человечески жалко оказавшихся в таком положении людей. Но если сам человек не жалеет себя, ему уже ничем не поможешь. В неприятной ситуации оказались. Почему, от чего? Ничего не могло следить вам. Ну, случилось в жизни что-либо? Были, да. Но не хочу говорить. Ну, а как же так? Ну, так получилось. А дальше что? Дальше будет, я думаю, все нормально. А вы работаете? Пока, вот я, после меня здесь порезали, возле общаги. Вот, пока не могу. Мне сказали, два месяца, как минимум. Но выселяют же вас не за два месяца. Выселяют вас, наверное, больше не платили. Это понятно. Ну, так вышло. Я ничего не могу ответить. В магазине мы всегда рассчитываемся за покупки. Оплачиваем интернет и мобильную связь. Но вот за коммуналку, считают некоторые, можно и не платить. Но нам всем нужно четко понять – оплата жилищно-коммунальных услуг является обязательной и первостепенной до 25-го числа каждого месяца. И тогда вам не будет стыдно перед самим собой, перед близкими и коллегами за то, что вы – должник. На этой неделе в Бресте проходит долгожданное событие в спортивной жизни нашего города. В областной центр съехали сильнейшие гандбольные команды из Беларуси, России и Турции, чтобы побороться за почетное звание чемпионов знаменитого Кубка Белгазпромбанка. Это международный турнир по гандболу, который ежегодно проходит в августе на берегах Буга при поддержке БГК «Мешков» в Брест и Белгазпромбанка. Впервые соревнования прошли в 2008-м и с тех пор регулярно собирают в Бресте сильнейшие клубы Европы и постсоветского пространства. Нынешний розыгрыш уже 15-й в истории. Спортивный уровень подготовки команд, а также высокая степень организации самого турнира говорят об одном – игры жаркие, но победа найдет своих героев. Для этого созданы все условия. Город над Бугом в 15-й раз собирает на домашней площадке лучших спортсменов мира. Брест не случайно лучшая гандбольная столица страны. Именно мешковцы своими победами показывали высокий уровень развития этого вида спорта в Беларуси. А кубок Белгазпромбанка – это добрая традиция, которая была заложена давно. И поединков в рамках этого турнира обычно ждут тысячи болельщиков. Мы выбрали одну большую сферу – сферу гандбола. И тут была и хорошая база в Бресте, именно здесь и развивалось наше многолетнее сотрудничество. Мое личное знакомство с гандболом произошло через банк. Действительно, мы приезжали на турнир поддержать наши коллеги. Я впервые должна признаться, что посмотрела саму игру уже здесь, в Бресте. И когда я хоть один раз имела этот опыт, я поняла, насколько игра может быть даже незаслуженной, не настолько популярной, как тот же футбол, например, или теннис. Потому что это настолько эмоциональная, настолько динамичная, настолько зажигательная игра. Поэтому мне кажется, что вот кто хоть раз был на стадионе, например, у нас в Виктории, он навсегда ставит эту игру в сердце. Нынешний турнир – кубок Белгазпромбанка – юбилейный. В этом году за высшую награду борются представители из Белоруссии, России и Турции. Об этом и не только на предтурнирной пресс-конференции рассказали тренеры команд, участниц и представитель организационного комитета. В серии поединков достойными соперниками спортсменов из соседних государств стали гонболисты Брестского гонбольного клуба имени Мешкова. Сегодня эта гонбольная команда на слуху у каждого брещанина. И неспроста. Мешковцы с триумфом завершили прошлый сезон, завоевав 15-й чемпионский титул на чемпионате Беларуси. Затем победа в СИХ лиге и теперь перед стартом нового сезона поединок сильнейших. Для кого-то это хорошая разминка перед чемпионатом, для других – дополнительный соревновательный опыт. Мы очень рады участвовать в мини-юбилейный сезон. Лично я ни разу в этом турнире не участвовал как главный турнир. Поэтому мне очень приятно и очень интересно. Очень интересные участники команд и друзья из Турции в этом турнире участвуют. В нынешней ситуации, так скажем, это большой опыт также и для наших игроков. Ну и что касается команды Брест и Юпитер. Мне будет очень интересно сыграть теперь с олимпийскими друзьями. Когда в гонгбол, мы уже в роли как тренера, поэтому здесь тоже такой интересный факт есть. Проверим друг друга на прочность. Начало шиконата, начало с ИХ лиги, то есть подойти в оптимальной форме. Новички, вливаем новичков потихоньку. У каждого по-разному все происходит. У кого-то это легко, у кого-то тяжелее. Люди разные, каждому свое время, как говорится. Белгазпромбанк из года в год дает брещанам и гостям города уникальную возможность убедиться. Гонгбол стоит того, чтобы его смотреть. Потому, чтобы еще больше подогреть интерес к такому зрелищному виду спорта, зрители перед открытием 15-го турнира Кубка Белгазпромбанка ждало красочное шоу. В фан-зоне настроение брещанам создавал трансформер Bumblebee и симфонический оркестр Classic Energy. Но главное событие – это гонгбольные баталии. Клуб Мешков Брест провел первый домашний матч с вице-чемпионом Турции – командой Сакария. Матч получился зрелищным. Обе команды порадовали зрителей обилием голов. Поначалу Сакария старалась идти мяч в мяч с победителями Сихо-лиги, но за считанные минуты упустили такую возможность. В лидеры вышли мешковцы. Отметим, что брещане неплохо знали своего соперника. Ведь это была уже вторая встреча команд за лето. На недавнем сборе мешковцы также уверенно одолели турецкого вице-чемпиона, а дома подтвердили успех. Болельщики на трибунах из разных уголков страны активно и эмоционально поддерживали брещан. А среди гостей присутствовали не только представители власти, но и лично Александр Мешков. Итоговый счет 37-24 в пользу Брестского клуба. Эта игра, как подчеркнул тренер Эдуард Кокшаров, позволила сделать ряд важных выводов, заметить недочеты, над которыми команда в дальнейшем будет работать. Мне понравился настрой. Да, были ошибки, да, были где-то недочеты. Не всем я, конечно, доволен, но у нас есть время для работы, для устранения этого себя. Но с желанием побеждать, сегодня ребята показали, что они это могут. Поэтому и на следующие игры мы настраиваемся, конечно, естественно, на победу. Но хотелось бы чуть-чуть улучшать вот именно чистоту и качество своей игры. Все хотели себя проявить. Мы там тоже выиграли, по-моему, примерно с таким же счетом, до 10 мячей. Поэтому здесь мы подтверждали, что команда есть. Идем вперед, поэтому все нормально, идет путем. Юрий Лимонтович, Анастасия Милишкевич, Андрей Щерба. Специально для программы «Итоги недели». Еще одна новость и опять в центре внимания гандбольный клуб «Мешков Брест». В областном центре назван 32-й почетный гражданин города Бреста. Им стал основатель гандбольного клуба «Мешков Брест» Александр Мешков. Церемония чествования прошла в спортивном комплексе «Виктория». Как это было, расскажем прямо сейчас. Александр Мешков, основатель и руководитель гандбольного клуба «Мешков Брест». 32-й почетный гражданин Бреста. Регалии, подтверждающие высокое звание на торжественной церемонии, вручил Александру Анатольевичу председатель Брестского совета депутатов Николай Красовский. Это заслужено. Овации зрителей во дворце спорта «Виктория» тому несомненное подтверждение. Александру Анатольевичу Кышкову вручается понятная литра. Вручается тепло «Виктория». До свидания. До свидания. Мы с вами собираем питерство «Виктория». До свидания. kitchener. И вот первое интервью в статусе почетного гражданина города Бреста. Я чувствую ответственность. На самом деле, когда я об этом узнал, было неожиданно. Но хочу сказать, что мы ответственно относимся к тому, что мы делаем. Поэтому, если мы уже за что-то взялись, значит, должны сделать качественно. Поэтому я не один раз говорил, что мы, когда создавали клуб, не думали, что мы так далеко замахнемся. Но аппетит приходит во время еды. А отец, мать всегда учили не останавливаться на достигнутом. И поэтому двигаемся, двигаемся вперед. И каждый новый шаг в покорение вершины, он сложнее, он непрост, но мы все равно идем наверх. И мы эту вершину под названием «Чемпионы везде», где можно быть только чемпионами, мы ее покорим. Одна история. Один город, один клуб. Это слоган команды гонбольного клуба «Мешков Бреста». Это действительно так. Ведь сегодня Брест по праву считается гонбольной столицей Белоруссии. А сам клуб под руководством Александра Мешкова стал визитной карточкой областного центра. Их победы, о них можно говорить долго. 15-кратный чемпион страны, победитель Сеха Газпром Лиги, четвертьфиналист Лиги Чемпионов, лидер вторых игр стран СНГ. Гонбольный клуб, созданный Александром Мешковым в 2002 году, в Бресте в памяти о родителях был и есть в постоянном движении. Добивался и добиваются уникальных побед. Брест – столица гонбола. И этим все сказано. Завоевать титул сложно, но можно. Сложнее его удержать. Поэтому у вас все 15 лет – это борьба. Потому что соперники всегда пытаются, так сказать, победить сильнейшего и иначе достраиваться сильнейших. Поэтому команда, вы видите, она на ходу, она будет еще лучше. Этот сезон не будет простым. Как говорится, площадка прямоугольная, мяч круглый. А победить сильнейших. То есть мы. А еще сотни мальчишек и девчонок пришли в спорт, в гонбол, в детскую лигу, в зубркап. А также благодаря Александру Мешкову и его последователям. И добрые дела на этом не заканчиваются. У нас есть, на самом деле, программа «Газпром детям». И уже ни один объект за счет средств «Газпрома», «Газпром Трансгаз Беларусь» построен в Беларуси. Поэтому эта программа продолжается. Соответственно, есть проекты в Бресте, в Гомельской области, в Макилевской, в Минске. В общем, жизнь продолжается. Соответственно, строительство объектов тоже продолжается. Завершилась торжественная церемония, конечно, матчем Кубка «Белгазпромбанка-2023» между Брестским гонбольным клубом «Мешков Брест» и московским «ЦСКА». Вторую победу в 15-м розыгрыше одержали чемпионы Беларуси гонболисты клуба «Мешков Брест». Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните, номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Я, Анастасия Мелешкевич, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова